МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает работу. Сейчас коротко о главных темах воскресенья в специальном выпуске новостей. Ноябрьск сделал свой выбор. Избирательные участки закрыты. Голосование на дому к тем, кто по состоянию здоровья не смог прийти на участок, комиссия приезжала сама. И песни, булочки и викторины, чем удивляли избиратели и организаторы муниципальных выборов. Итак, в 20.00 в Ноябрьске закрылись избирательные участки. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Все воскресенье город выбирал депутатов местной думы. Участки для голосования, их 38, были открыты ровно в 8 часов утра. Корпус народных избранников расширен, и это решение было принято в прошлом феврале и внесено в городской устав. Еще одно нововведение. Если раньше голосование проходило по одномандатной системе, на каждом избирательном округе выбирали по одному депутату, то нынешние выборы проходили по многомандатным округам. Это значит, что от каждого округа в Думу пройдут сразу несколько кандидатов, в зависимости от численности населения в том или ином районе. Подробнее остановимся на том, как в этот раз были распределены округа. Повторюсь, раньше город был разделен на 25 округов, и жители каждого избирали одного представителя. Сейчас округов стало шесть, но от каждого из них в Думу избирается несколько депутатов, в зависимости от количества проживающего населения. Так, четыре избирательных округа, расположенных в центре города, делегируют в Думу по пять депутатов. Оставшиеся два – это район самостроя, поселков и Вангапуровского – выбирают по три человека. Всего в новом созыве городской думы будет 26 депутатов. Избирательная комиссия Ноябрьска зарегистрировала 73 кандидата. На всех избирательных участках в день выборов работали не только общественные наблюдатели, но и СМИ. 249 журналистов Ямала в течение всего дня освещали голосование по всему региону. Среди них и корреспонденты Ноябрьск-24. О том, как проходило голосование в нашем городе, расскажет Екатерина Бруцкая. Ну, ждем что-то положительное. Думаем, что немножко перемены-то какие-то будут. От этого дня избиратели ждут перемен. Ровно в 8 утра в городе открылись 38 участков. Несмотря на выходной день, утром голосовали активно. Есть и те, кто проголосовал досрочно. На нашем избирательном участке зарегистрировано 1085 избирателей. Досрочно проголосовало 14 человек. Чтобы выборы прошли честно, на всех участках в течение всего дня дежурили общественные наблюдатели. Лидия Терентьева такую роль примерила на себя впервые. Везли честные выборы и хотела бы смотреть, как, что и как голосуют. Есть ли какие-то там, допустим, сбросы, что-то нечестное. Мы это все регистрировать будем. Было и народным заседателем в суде, и у комиссии выборов, по выборам. А наблюдателям не было. Надо же попробовать еще и это. А это уже шестая школа. Учитель географии Гульфия Закирова. Живет в ноябрьске 17 лет. Рассказывает, за это время город поменялся в лучшую сторону. Но, как говорится, совершенству нет предела. Гражданский долг. Мы должны участвовать в жизни своей страны, выбирать свое правительство, думу и так далее. Это мой город, я в нем живу с детства. У меня не безразлична судьба, развитие дальнейшего нашего города, процветание. Здесь мои дети, родители. Когда были наши родители в моей городе, тогда была совсем другая система. Они с утра идут как на свадьбу. Это у них как праздник. На участке в музейном ресурсном центре ажиотаж с самого утра. К 11 часам к кабинкам уже были очереди. Во-первых, это наш гражданский долг. Дать свой голос за развитие нашего города. Быть уверенным, что в нашем городе все будет хорошо. Что жить мы будем еще лучше. Во второй половине дня количество проголосовавших в МРЦ превысило тысячу. Явка на этом участке на 15.00 – 25%. Голосование проходит активно. Граждане голосуют. Большая часть избирателей пришла примерно в обеденное время. На участке каждый год от территориальной избирательной комиссии мы поздравляем впервые проголосовавших. Их сегодня у нас уже было три человека. И в этом году у нас небольшое новшество. Поздравляем именинников. Четыре человека на сегодняшний день поздравили с днем рождения. Здравствуйте. Белесень обработан. Спасибо. Электронная урна – вещь не новая. Но в музейном ресурсном центре их использовали впервые. Кстати, плюсы таких КАИБов очевидны. Если раньше на подсчеты голосов выходили часы, теперь с этим справятся минут за 60. Намного упрощает, потому что КАИБ сразу же ведет подсчет голосов. То есть даже если мы сейчас посмотрим, мы увидим, сколько у нас проголосовало избирателей. И кроме того, не только количество, но и количество самих кандидатов будет посчитано. Голосование длилось до 20 часов. Ровно в 8 вечера все избирательные участки закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов. Екатерина Бруцкая, Юлия Левачева, Александр Иванов, Сергей Павлов. Ноябрьск, 24. До свидания. Люди в основном не самостоятельные. У многих, у кого-то зрения нет, у кого-то опорно-двигательный аппарат нарушен, они писать не могут. То есть всем нужна помощь. Чаще всего помогают родственники, конечно, но иногда они нас просят. Наши съемочные группы сегодня работали и на улице. Мы интересовались у людей, как они относятся к выборам и участвовали ли они в голосовании. Я считаю, что это наш долг. Пойти и выбрать. Выборы и выборы, они должны быть, должны меняться. Как бы депутаты, власть. Чтобы каждый человек, он, как сказать, готов преподнести что-то свое, что-то улучшить, что-то усовершенствовать в нашем городе. Я очень положительна. И надеюсь, что кто пройдет в этом созыве, будут работать на благо нашего города. Ну и нам приносить и радость, и благосостояние, чтобы наша улучшалась. Потому что это единственный путь изменения структуры власти государственной. Охота, чтобы и глава, и депутаты были нормальные. И город процветал, и с их помощью все будет хорошо. Обязательно проголосовали. Я каждый год хожу на выборы в обязательном порядке. Ну, я считаю, что это нужно. Нужно. Для всех нужно. Ну, я считаю, это долг каждого гражданина. Я профессиянина, поэтому... Вот я смотрю, все еще не решилась, за кого голосовать. Мы же живем в этом городе таком прекрасном. Мы должны выбирать сами городскую думу. На трех избирательных участках работали мобильные островки здоровья. Здесь любой житель Ноябрьска мог уделить время своему физическому состоянию. С помощью волонтеров-медиков и специалистов городской больницы им измеряли артериальное давление, индекс массы тела, степень никотиновой зависимости. Люди получали консультацию по правильному питанию. Кроме того, все желающие могли пройти первый этап диспансеризации, заполнить анкету и взять направление на исследование. Подходят и те, кто проходили диспансеризацию, и многие те, кто не проходили диспансеризацию. К сожалению, еще не все, оказывается, знают, что диспансеризация у нас 39 лет и старше проходит ежегодно. Поэтому мы активно приглашаем жителей пройти. И могу сказать, что почти у всех, кто сегодня к нам обратился, повышенное давление. И люди об этом не знали. То есть это дополнительный такой момент. Уделить время для своего здоровья. На специализированных площадках день выборов прошло очное голосование за идеи, поступившие в рамках проекта «Уютный Ямал». Его особенность в том, что свои инициативы по благоустройству и улучшению жизни предлагали сами жители. В перечень народных инициатив для голосования вошли 15 проектов. Среди них создание спортивных площадок, организация мест для выгула собак, создание уличной библиотеки и установка в городе малых архитектурных форм. Идеи, которые наверут наибольшую поддержку от горожан, будут представлены на общественное обсуждение. По итогам которого на каждой из восьми территорий Ноябрьска будет выбран проект «Победитель». Их реализация начнется в 2020 году. Основная масса проектов была направлена на благоустройство и создание спортивных площадок, на развитие спорта. Но помимо этого были проекты также и в рамках дорожной деятельности, то есть создание тротуаров. Есть проекты по культуре, допустим, создание уличной библиотеки, тоже достаточно интересный проект. И проекты по экологии. Проекты все интересные, все замечательные. Но сейчас мы посмотрим, за кого поддержат граждане. На избирательных участках можно было не только отдать свой голос, но и с пользой провести время. В школьных столовых традиционно развернулась торговля. В меню были котлеты, мясные рулеты, булочки, ватрушки и сосиски в тесте. Посетители дегустировали продукции и покупали понравившиеся блюда. А вот в музейном ресурсном центре кормили пищей духовной. В течение дня здесь проходили различные мастер-классы. Людей учили различным видам росписи, чеканки монет, изготовлению тряпичных кукол, боди-арту. А в Руси прошел концерт с участием творческих коллективов Центра досуга «Нефтяник». Для гостей выступили лучшие вокалисты и танцоры нашего города. Разыгрывали на участках два автомобиля и множество подарков в рамках викторины «Ноябрь с гостеприимной». Жителям предлагали ответить на один из 89 вопросов. Они касаются истории, достопримечательностей и особенностей нашего региона. Тот, кто дал правильный ответ, вытаскивал фишку с номером подарка. Кроме того, в каждом центре проведения находилось два сертификата с изображением автомобиля. Кто стал их обладателем, расскажем в понедельник. Организаторы отмечают, большинство участников викторины – взрослое население, которое показало хорошее знание истории Ямала и Ноябрьска в частности. Активно идет участие, неплохо знают. Даже взрослые люди, которые, они могут немножко перепутать, ну где-то дату, месяц, но год в основном отвечают правильно. Многие знают, конечно, очень хорошо историю Ямала. Еще больше новостей на сайте Ноябрьс24 и в наших группах в социальных сетях.